там есть вопрос можно ли заразиться в храме можно а чё же нет хотя честно говоря храм получается если вот в нем все свечи гора если иконы протерты маслами там пахучими если хорошенько применяется лада накуривания то конечно дезинфицируется пространство и все что в храме находится и это дает некую гарантию что все-таки заражение не очень велико если огромное стечение людей праздник какой-то то заразиться проще если все-таки вот такие воскресные я в храмы иногда в той же москве захожу а там воскресенье стоит 5-6 человек но чуть побольше в каких-то уж извините если кого-то обидел у нас тоже по обычном воскресенье 56 человек ходит не больше то здесь можно просто встать в разные стороны раньше вообще было обязательства мужчины в одной стороне женщины в другой стороне женщинам в определенные дни ходить нельзя естественно когда вы больной тот тем более ходить нельзя здесь даже должны беречь всех остальных не те кто заболел и пойду в храм помолюсь там мне может быть станет лучше ни в коем случае этого делать нельзя поберегите всех остальных вы просто причиной можете оказаться многих болезней и это грех будет большой то есть храм надо ходить здоровым причастие у правильное причастие когда она делается правильно от него заразиться невозможно то есть там плант растягивается человек должен подойти я уж извиняюсь за такие слова растяпи рот хорошенечко его приготовить и туда скидывается то что в на лжица тело и и кровь христовых и лжица обмакивается опять в тело и кровь христово но она уж извините в составе есть там спирт и в общем то ничего такого особенного не должно быть но некоторые я извиняюсь слишком ретиво иногда пытаются схватиться за лжицу как бы все снять им нужно то что им полагалось это вот во первых нарушение действительно во вторых это может нести заразу поэтому здесь надо как бы внимательно я бы конечно советовал там полагается еще дальше поцеловать чашу и все пошли там и некоторые еще руку умудряются священнику поцеловать и некоторые священники в это играются дают эту руку ну вот вперед заразы распространение заразы надо бы в это воздержаться в общем-то исторические эти воздержания были и священники митрополиты архиепископы митрополита амбросия тогда 16 17 веке убили они пришли к даниловскому монастырю чтобы и просто было чума в москве шла эпидемия и люди пришли к даниловскому монастырю чтобы он и просить вынести богоявленскую икону чтобы нет не помню какую икону можно там сейчас в энциклопедии посмотреть и а он говорит нет вы заразитесь если начнете тут все вместе ее целовать и не хотел они его убили растерзали и икону все-таки вынесли приложились и все от радости нацеловались и чума еще больше распространилась то есть там огромное заражение было в принципе сейчас бы тоже надо от этого под воздержаться и я услышал например что на 8 марта в иваново в женский город привозят икону федоровскую значит и всех приглашают к ней прийти я не говорю что к ней не надо приходить можешь прийти но понимаете что вот эта толпа которая будет это может быть объектом заражение это раз во вторых прикладываться будут люди разные можно просто прийти помолиться поклониться не обязательно в самом вот в этом как говорится действие прикладывание или еще что-то ведь в принципе нет особого такого вот таинства нет такого то есть что вы пришли приложились и свершится чувство чудо это будет магией если вы так будете думать тут оценивает подвиг господь что вы все-таки пришли вот вы что-то это но если вы в часть подвига включите не заразить кого-нибудь и не заразиться сам от кого-нибудь то это будет тоже подвигами и господа будет оценено поэтому можно прийти на можно и не ходить ничего от этого страшного не будет что еще духовно заразиться гораздо страшнее в храме то есть не бойтесь тех кто может убить ваше тело бойтесь тех кто может убить вашу душу и вот духовное заражение в храме гораздо чаще происходит и опасней вот мы много видим людей в прелести там как-то заболевших изнемогающих как апостол значит в послании римлянам называет таких которые ходили ходили и начали вере изнемогать болеть как они они заразились там как заражаются там заражаются когда на духовно когда значит любопытство проявляют в храме вот вот из интереса значит проявляет такое любопытство ну ладно нет это другая тема мы сейчас просто простом заражение потому что этот коронавирус все напугались все все это но говорят что от простого гриппа больше народа умирает чем от этого корона вируса а сейчас идет эпидемия просто рви рз грипп идет эпидемии поэтому можно бы воздержаться от каких-то особых таких этих и в обычной ситуации в тем более у ванова по моему закрыта все школы там из-за эпидемии гриппа то какой какие привоз икон ну ладно в общем заразиться можно и тот кто говорит что нельзя это глупит но вот тот кто старается в храме сделать все чтобы не заразились священники это правильно то есть побольше все обтирать в том числе маслицем побольше кадить побольше звенеть у кого колокола есть я в обычно в эпидемии специально звоны не прекращающиеся назначали и все вместе звонили для того чтобы введению предотвратить костры жгли там еще что-то вот ну костры то не надо жечь а уж колоколами то можно побольше позвенеть чтобы польза от них была не просто для созыва но и вот так которую все время церковь объявляла что от эпидемии можно защищаться звонами надо звенеть тогда все помоги всем господь здоровья радости и ума просто ума надо самим понимать где можете заразиться и где можете заразить кого-то и это нужно соблюдать все здоровья радости помоги всем господь аминь